МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрій Орловський – поет, письменник. Місце народження – Херсон, рідне місто, принципово – Одеса. У 22 роки, знайшовши відповіді на всі запитання, видав третю заліком книгу «Іскрінність». Її презентація відбулася в Дніпропетровську 26 квітня 2014 року. Є автором і натхненником кількох літературних проєктів для старшокласників і студентів. Пише не для когось, для всіх. Каже, що пише чесно. Полночь, атака, острые клочья льда. Лезвие волнореза, глухой прибой, город, в котором 2000 лет война. Каждого человека с самим собой, быстрое небо в искрах, слепом огне. Шторм, корабли устали, идут ко дну, и пропадает, кончаясь морской волне, трещина старой реки. Через всю страну ржавыми трубами порт выдыхает дым. Ночь застревает в горле тупым куском. Наше столетие стало би золотым, но отдает пластмассой, коньяком, скорость, свобода, страсти, пустой стакан. Разница в нас только, кто чем себя убьет. Все, что я знаю сегодня наверняка, завтра здесь ничего не произойдет. Сердце просит глоток гармонии. Дай в стельку напиться, горькой и ключевой. И передай в свой искусственный глупый рай. Привет из нашего нервного ничего. Витаю, пані та панове, мене звати Олеся Гаренко. Радію нові зустрічі із вами і новим гостем-поетом, якого шанувальники у соцмережах кличуть сучасним Маяковським. Нарікають українським генієм, безкомпромісним ліриком. Андрій Орловський в Дніпропетровську презентує свою книгу «Іскренность». І ми трохи перехопили цю подію, аби ви почули про неї більше. Добрый день. Привет. Я начну с такого вопроса. Я лично для меня знакомство с твоей поэзией началось со стихотворения, в котором есть такие строки. Там, где заканчивается искусство, начинаешься ты. Возможно, это что-то из старого, но для меня началось знакомство с тобой именно с этого. Когда может для поэта закончиться искусство? Я не знаю. Вообще говоря, очень многие поэты выписывались, да, так или иначе? Вот. Как интересно ты начал. Вот. Ситуаций таких множество в истории примеров этому. Да, когда поэт заканчивался. Вот. Но в данном стихотворении это сказано в контексте, да, конкретных отношений. Вот так. Часто такое бывало, когда заканчивалось искусство из-за кого-то? Ну, было несколько раз, но я научился это преодолевать все время. Сейчас искусство не заканчивается? Нет. Я сейчас прет. Отлично. Прет так, что прям на целую книгу, да? За четыре года. Да, да. Она кажется тонкой. Я до сих пор, я смотрю на нее до сих пор, не верю, что моя. Мне когда в последних городах с презентацией мне подносят книгу, я всегда в раскрытом виде, я всегда посмотрю на обложку, моя или нет. Да, я очень долго ее хотел, хотя на самом деле, ну, как бы материал написан не за месяц, да, то есть как бы это все, четыре года работы. Но я очень боялся ее выпускать до тех пор, пока сам не пробью несколько внутренних границ, да, пока не отвечу себе на все вопросы, которые только есть. Вот. И в тот момент, когда я почувствовал, что ответил, что я готов, вот она. Какие вопросы? Какие все? Неужели был какой-то исчерпывающий список вопросов, на которые можно было... Нет, это же не в буквальном смысле, вот. То есть как бы просто до тех пор, пока я не понял не так направление, да, в котором я двигаюсь, а какую-то конечную цель, да, то есть направление и результат. Вот. Когда я в себе, в принципе, когда я поймал эту картину, когда я увидел ее, я понял, что я готов. Четыре года, я это поняла из твоего промо-видео, да, вот в группе, в социальной сети, в ВКонтакте, перед презентационным туром. Ну, в общем-то, чувствуется, что эмоции перед началом были сложные. Какие эмоции были вот перед первой презентацией? Ты знаешь, это настолько... Это было настолько естественно, эта книга была настолько естественна, что я и так мало волнуюсь перед выступлением. Вот. А самую первую презентацию, она почему-то произошла в городе Рязань. Вот. На самую первую презентацию я вышел не просто как на рядовой концерт, я вышел к друзьям. Вот. То есть я абсолютно знал, о чем я буду говорить, что я буду говорить. Вот. Поэтому все прошло абсолютно естественно и идет точно так же дальше. А искренность сразу на звание пришла или был другой вариант? Да, конечно, был другой вариант. Мне всегда казалось, что литература — это некоторая сфера, вот, и настоящие писатели и поэты уже находятся внутри нее. Да, там, среди современников это, там, Никонов, Полоскова, Водейников, Родионов и прочее. Вот. И на самом деле почти в каждом тексте этой книги встречается словосочетание «прикосновение к поверхности». Вот. Рабочее название книги было «Прикосновение к поверхности». И, в принципе, книга об этом вот в то время, как они уже внутри, я только прикасаюсь к ней, только протягиваю руку, вот, только дотрагиваюсь до нее. Вот. Но «Прикосновение к поверхности» — это, грубо говоря, фабула, это о чем книга искренности, это методика. Вот. И мне понравилось второе название. Ну, смотри, ты говоришь, что на первой презентации были друзья. Ты знал, о чем говоришь, бывало по-другому. Когда люди новые лица, может быть, чего-то не понимающие. Нет, там тоже были новые лица. И, то есть, как бы, всегда новые лица. А, то есть, ты просто сразу воспринимаешь? Просто люди, которые приходят ко мне на выступление, они понимают, зачем они пришли. Вот. Ну, то есть, как бы, насколько я, ну, насколько позволяет судить, какой-то мой небольшой опыт. Просто так на меня не приходят. Вот. К сожалению. А кто приходит? Или к радости. Вот приходят люди, которые знают, чего они хотят. Кто это? Услышать. Слушай, нет, не приводится люди. Вот ты говоришь, да, целевая аудитория, да, какая-то ее не существует, и я очень этим горжусь. То есть, у большинства современных авторов она есть, и им в этом плане очень легко. Но, с другой стороны, это и стыдно, когда ты знаешь, куда ты бьешь. Знаешь, что каждым своим стихотворением, что ты прочитаешь про ее губы, ее глаза. Ну, ты знаешь, что ты точно попадешь в своих 15-летних девочек. Или, наоборот, ты будешь кричать стихи с матами, и 40-летние мужики, уставшие после работы, будут мрачно хлопать за столами. У меня целевой аудитории нет, и, как бы, в этом плане мне сложнее. Но при этом появляется гораздо больше вариантов развития событий. Ну, слушай, ну, вот, если честно, я просмотрела ту же группу, буквально просто созданную, я так понимаю, для презентации книги. Но в основном-то пишут девочки. Это, ну, вот, и причем, понятно, пишут восторженно, пишут девочки не 15-летние, ну, даже если 15-летние, но умные, знающие, понимающие. Но это, ну, это тебе о чем-то говорит, кто все-таки больше восприимчив к поэзии вообще, в принципе? Да, бесспорно, это, как бы, более восприимчивые девушки, но я не могу сказать, что мои стихи для девочек, вот. Ну, достаточно для этого хотя бы видеоприглашения посмотреть. Понимаете. А критики как относишься? К критики как относишься? Есть вообще люди, чье мнение даже... Нет, есть люди, мнение которых мне очень важно, да, это люди, которых я считаю учителями, мы иногда встречаемся. Мне выпала честь познакомиться лично с несколькими людьми, которыми я засчитывался несколько лет назад. Интересно, может быть, ну, пару фамилий. Ну, я их уже сегодня называл, то есть, как говорится. Я поняла. Вот. Вообще, в целом, литературной критики сейчас не существует, к сожалению. Вот. В тех условиях, когда нет цензуры никакой, нет критики, начинается то, что происходит сейчас в литературном пространстве, да, начинается очень много шлака неконтролируемого, то есть его не обрезает ни с одной, ни с другой стороны ни цензура, ни критика. То есть я правильно тебя понимаю, ты не так уж против критики и цензуры? Я за хорошую критику, вообще говоря, хороший критик должен обладать очень сильным чувством литературы, вот. Но я не встречал еще. И на самом деле, если бы я нашел такого человека, который обладает чувством литературы, но при этом сам не пишет, и хочет заниматься литературной критикой, я бы, возможно, там, как-то его помог, направил, ну, в том, что сам понимаю. А вот ты занимаешься не только поэзией как таковой, ты какие-то проекты, да, насколько я знаю, ведешь? Ну, есть еще, есть серия проектов, которые мы осуществляли в Одессе, но все они закрыты. На данный момент живы только два, и сейчас они вполне успешно реализуются. То есть сейчас в основном, когда я приезжаю в город, вечером концерт, а утром идет лекция. Я сейчас читаю две лекции, она называется «Литература с черного хода», и она, это школьная. То есть 10-11 класс, просто мои преподаватели литературы в школе каким-то образом подавали литературу, скажем так, не в том ключе, чтобы меня заинтересовать. И я всегда хотел, как бы, показать детям, что это еще и интересно. Ну, я не говорю о том, что в литературе с черного хода не только какие-то сплетни о писателях. Там просто я показываю фон стихотворения, скажем так, потому что ни одно стихотворение, многие стихотворения нельзя понять, не зная какой-то социальной составляющей в жизни писателя, его личной жизни. То есть я правильно понимаю, ты в 10-11 классе, ты литературой не заинтересовался? Да, в 10-11 классе, ну какая литература, переправа, переправа, берег левый, берег правый, что это за херня? Вот, и я был очень далек от этого, я начал читать уже после окончания школы. И писать? Писать я начал как раз в конце школы, но это было интуитивно. Да, сейчас вот этот вот, у меня есть каламбур один, я его в книгу не включил, но он есть, о том, что я выступаю со стихами 5 лет, а пишу 3 года. Вот эти 2 года такого неосознанного интуитивного поиска какого-то, дороги вот такой никуда. И вторая лекция, вторая называется «Гениев и существует», но это уже для студентов филфака, то есть для людей, которые имеют какой-то багаж какой-то, да, за спиной. Вот, это исследование, связь, да, литературного таланта и в принципе популярность. Ну, в России всегда было множество замечательных писателей, а из них признанными и прижизненными апостолами русской литературы, ну, кроме конъюнктурщиков всяких, было всего 5 человек, да, 5 русских писателей получил Нобелевскую премию. И то, один как без гражданства, один как американский поэт, ну, там было много нюансов. Вот, я пытаюсь эту связь исследовать, такой вот какой-то признанности, трендовости с, собственно, литературным талантом. А к сравнениям как относишься вот с Маяковским? Да, ужасно, на самом деле. Ужасно? Я почему-то так и думала. Да, мне аж плохо стало. Ну, это не мое мнение. Да? Да. Господи, а почему, я не понимаю вообще, откуда это взялся? Ну, почитаю, пишут поклонники твои, критики, которые, может быть, пробуют себя. Критики в социальных сетях. Кончится ток, и внезапно сгорит звезда. Милая, спи, до свидания, вечно твой. Сумрак вокзала, тихий свисток поезда. Вечность из нашего нервного ничего. Город висит над обрывом три сотни лет. Я бы остался на все девять жизней здесь. Но я не верю в да после стольких нет. Помню, что гордость – губительная болезнь. Чай, белье, стенограмма больных глубин. Лист перечеркнут, дата и имя рек. Если не можешь увидеть конец любви, Значит, смотри, как кончается человек, слушай, Душой прорвавшись за снежный шум, Прячется крик в этой пасмурной тишине. Снова не слышишь? Снова я не пишу? Эти не письма, конечно же, не тебе, Ты, горячо не любимая, не сестра. Друг мой немилый, Моя неродная тень. Знай, за спиной у каждого чувства страх. Я не боюсь, ничего не боюсь к тебе, И убегая в далекие миражи, Чувствуя, дайся ветру и пусть несет. Если я что-то в жизни и заслужил, Право зализывать раны. Вот и все. Всех, с кем глупое время текло быстрей, Всех, с кем легко молчать о сложных вещах, Сразу прощаю всех когда-то родных людей. И сразу прощай. До свидания. И прощай. А что в Днепропетровске будет? Вообще, что такое презентация твоей книги? С чего она состоит? Слушай, если бы у него была какая-то структура, Я бы, наверное, мне было бы, наверное, очень скучно. Ты же говоришь, что ты знаешь, что ты будешь говорить часто. Нет, бесспорно, я знаю, но я понимаю это, когда выхожу на сцену. Вот, то есть, как бы, не было еще ни одной, Ну, ни разу презентации не повторялась ее программа. Все всегда происходит по-разному. Самое интересное, что я иногда читаю штуки, Которые, как проза, так и стихотворение, Которые не вошли в книгу. То есть, никакой программы нет. Нет никакой схемы. Вопросы задают? Да, конечно, после каждого выступления обязательно. А что за вопросы? Есть такие, которые, вот, не надо, не буду отвечать, не лезьте. Нет, я не имею на это права. Если я уже вышел на сцену, то, как бы, я уже, как бы, я обязан. Если человек спрашивает, то я обязан ответить. Поэтому, именно поэтому, да, то есть, как бы, Отчасти поэтому искренность, мне нечего скрывать. Есть писатель Евгений Алехин. Вот, и у Лехина я увидел очень классную рецензию на фронтации его книги. Человек, который соберет у себя дома на полке, все книги и диски Алехина, получит у себя не просто книжную подборку, а историю одной человеческой жизни. И я понял, что это в некотором роде касается и меняем, но поэтому мне нечего скрывать. Тут есть хорошие, плохие моменты. Сейчас будет немножко самолюбование. Вы сказали перед эфиром, что у вас в Днепропетровском всегда хорошие отношения. Это так? Да, да, конечно. А да вообще, сколько раз были вы до этого? Я не знаю, я был десятки раз в Днепропетровске. Всегда хорошо. Ну да, город, это же, как было сказано до эфира тобой, город, это в первую очередь люди, которые в нем живут, и мои люди в Днепропетровске, это потрясающие люди. Это была минутка самолюбования в пане Допаново. Андрей, ты влюбчивый человек? Поэт вообще может быть не влюбчивый? Нет, поэт может все, что угодно. Я, да, я влюбчивый. Это влияет на тебя, как поэта? Ну, как сказать, я недавно понял разницу, насколько, ну, из своего угла, вот, между поэзией и рефлексией, и понял, что влюбчивость на самом деле не самое хорошее качество. Вот, потому что, когда какая-то банальная ситуация, ты с кем-то расстаешься или сходишься, приходишь домой, начинаешь писать об этом стихотворение, это ужасно, потому что начинаются нервы, я тебя любил, а ты меня нет, начинается какая-то непонятная возня. Вот, на самом деле, все самые хорошие стихи, как мне кажется, пишутся в абсолютно нейтральном состоянии, в абсолютно спокойном. То есть, грубо говоря, если перевести на эту ситуацию, которую я привел только что, это утром после того, как ты проснулся, и понял не просто, что произошел конфликт, а почему, зачем, что было предпосылками к нему, когда ты увидел катастрофу не из эпицентра, а со всех сторон, как будто наблюдая за ней со стороны, вот тогда начинается стихотворение. То есть, поэзия не психотерапия. Ни в коем случае, да. Ну, интересное мнение, почему-то думала, что немножко по-другому будет. Вот сейчас, ну, наверное, ты понимаешь, что украинцы живут, ну, несколько месяцев в неком обострении, да, обострились все чувства, и, конечно, обострились чувства творческих людей. То есть, сейчас все пишут, поют, рисуют, и, ну, на определенную тему. У тебя эта тема как-то трогает? Нет, на самом деле была такая ситуация, что каждый день мне скидывают какие-то отвратительные рисунки, ужасные фотографии, пошлые, просто тошнотворные стихотворения. Я на все это смотрел, 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 смотрел. Все закончилось. Я очень долго молчал по поводу вообще событий в Киеве. И в конце мой товарищ один попросил меня высказать все-таки свое мнение. Я решил пойти на встречу. Я написал небольшое эссе по поводу, несколько слов о событиях в Киеве. Вот выложил его в интернет. После этого мой товарищ сказал, что убьет меня, когда я вернусь в Одессу. Я приехал в Одессу, он позвонил мне и сказал, что пойдет на мой концерт с ножом. Вот так и не пришел. Нож не нашел. Я не знаю, что с ним случилось. Но это все очень сильно на меня влияет. Мне очень больно об этом думать. Но я не понимаю. Я не понимаю. Я назвал события в Киеве столкновением двух групп воюющих обезьян. Потому что я не вижу за ними никакой истинной человеческой цели. Я не представляю себе человека высокой морали, благородного, орудированного, стоящего по пояс в крови на горящих шинах. Ну, может быть, что-то родится уже, когда все пройдет, как вы говорите, когда пройдет не одна ночь. Да. Просто это та ситуация, в которой одной ночи, наверное, недостаточно. Я жду этого. Я жду того момента, когда я смогу написать о том, что я пережил. А самое страшное, что часть этих событий я пережил тут, не находясь. И я наблюдал всю эту, действительно, трехстороннюю информационную войну. То есть, как бы, социальные сети и две группы средств массовой информации в России и в Украине. Вот такая трехсторонняя война. Наблюдал за всем этим. Мне было очень... Мне и по-прежнему очень больно, когда я вижу то, что происходит. Но я пока не вижу в этом никакого... Как сказать, никакого искусства. Я поняла. Вы в каких городах уже были с презентацией? На данный момент была Рязань, Петербург, Москва, Белгород, Харьков, Сума, Глухов, Киев. И сегодня я у вас. Понравилось больше всего в Киеве, вы говорите. Почему? Вот что, из чего складывается успех презентации? Ты знаешь, на самом деле нельзя сказать, что Киев был каким-то, ну, потрясающим просто. Вот, в этом плане я не могу так сказать, потому что в каждом городе было что-то свое. И даже чтения в Глуховском университете, довольно небольшие, были тоже замечательными. Но в Киеве на данный момент презентация впечатлила меня. Вот две презентации были самые сильные, там, как я считаю, московская и киевская. Вот, потому что все получилось неожиданно приятно. Я всегда боюсь своих презентаций в Киеве. Вот я не знаю, почему вообще говоря, боюсь выступлений в Киеве, но потому что в Днепропетровске есть для меня люди, люди есть в Одессе, а в Киеве я еще не понимаю. Это вот этим подтверждается. Вот я для каждого города в поездках нахожу какую-то метафору. Это упражнение для ума. Вот Одесса – город, в котором легко дышится. Самара – это город, в котором должен родиться гений. Москва – это комната недавно умершего человека. И в этом плане я все никак не могу подозревать этот ключ в Киеве. Я не понимаю, почему. А Днепропетровск – метафора? Она в любом случае есть, просто я еще не думал об этом. Ну, сообщите нам как-нибудь, если она родится. Андрей, о ком стихотворение «Вина»? Я не знаю, это противоречит. Мы договаривались, что ты не будешь читать прямо сейчас, но тем не менее, не могу не спросить, о ком это, что это. Вот мне как раз кажется, что это очень про то, что сейчас, про сегодня. Нет, бесспорно, там есть, во-первых, там есть точно, 100%, там была какая-то библейская линия. Чуть-чуть. Вот. Но это стихотворение… Я говорю о том, что это стихотворение произносится от моего лица, и читаю его от своего лица. Но бесспорно, это стихотворение моего лирического героя, потому что он гораздо более честный и сильный человек, чем я. Я очень советую зрителям нашим его прочесть самим, или послушать, или прийти, в конце концов, на концерт и послушать это из твоих уст. Знаешь, что интересно мне? Вот для меня все-таки, да, в России, в Москве и в Санкт-Петербурге всегда казалось, что живет некая такая вот прослойка обособленной интеллигенции. Она есть сейчас, и как-то ты сталкиваешься с ней. Вот жива ли русская интеллигенция? Мне интересно. Нет, интеллигенция бесспорно жива, но я стараюсь не иметь ничего общего. Да, на самом деле, в книге целое эссе посвящено, вообще говоря, литературной тусовке, да, отношения в ней. И более гнилого и затылого места, мне кажется, не существует, чем литературная тусовка. Вообще говоря, поэты самые ужасные люди. Ну, я не знаю, я написал об этом на девяти страницах. Сейчас объяснить в некоторых предложениях, потому что творческие люди очень сложные, манерные и очень часто неоправданные. Во всей своей мать. Ни одного человека нет. Я говорю сейчас конкретно про литературу, да. Нет, бесспорно, у меня есть друзья, да, которые занимаются литературой. Но в большинстве своем, мои люди, которых я могу назвать своими друзьями, никак к литературе не относятся. Как ты думаешь, только честно, тебя не приняла эта тусовка, или ты ее не принял? Я не знаю. Я в ней находился несколько лет подряд. Несколько лет подряд я могу утверждать смело абсолютно, что я ее вел, во всяком случае, в Одессе. Но в какой-то момент я понял, что так дальше жить нельзя. Больше не могу так жить, хватит. Есть ли у тебя какая-то, может быть, команда, которая помогает тебе решать те вопросы, которые, вот, в продвижении книги, допустим? Решать вопросы. Ну, скажем, когда ты так, вот, оставьте мне творчество, а остальным занимайтесь сами. Либо ты... Ну, как сказать, нет никакой профессиональной группы в этом плане, нет продюсерского центра, занимающегося там продвижением, если это можно вообще назвать продвижением. Есть друзья, которые ходят ко мне на концерты. И есть люди, которые помогают в этом плане. Ну, в том плане, вот, что сзади книги написано шесть фамилий. Вот. Это человек, который предоставил фотографию, человек, который занимался версткой. Она же замечательная художница, главный редактор, художественный редактор. А кто художник, сказать? Можно? Да, да, об этом стоит обязательно сказать. Художницей книги выступила Аня Печеневская, Анна Печеневская. Вот. И в этом плане я иногда чувствовал, у меня от этого было грустно, но при этом приятно, что ее иллюстрации местами больше моих стихов. В некоторых, в некотором плане. Ну, это значит, что она и тебя почувствует, наверное. Она очень хорошо, она очень сильная, она очень глубоко попала. Здорово. Хорошо, что к тебе тянутся такие люди. Я не заметила, как пролетело наше время. Нам пора прощаться. Да, мне очень жаль, но пора прощаться. Тем не менее, я обещаю, что наши зрители еще услышат тебя в эфире. И уверена, что потом захотят услышать и вне его. Спасибо тебе, Андрей, что пришел. Это был проект Пани Тапанова на Девятом канале. Люди, которые остаются в истории, потрапляют в эту студию. Мы верим в это и предлагаем быть ее частью. Люблю вас. Счастье. Я из южного города, где кошки, как часть пейзажа, Передаю тебе теплый привет. Делюсь электричеством осенью. Дождь в изломанной перспективе проспекта Спрячет лицо и смажет глаза равнодушного серого цвета Прядь серебристой проседью. Здесь сентябрь начинается с друг заболевших каштанов. Выстилает обломки старой брусчатки грязным цветным огнем. Я пишу тебе безнадежно, что плохо, что хорошо постоянно. Это мне помогает не путать сегодняшний с каждым прошедшим днем. Я живу в скучной комнате. Квадрат стола, шифонеры, диван дважды красный. От лака и опыта. Лампа на окнах иней. Здесь тоска по тебе, дополняясь тоской интерьерной, Оборачивается замечательным, невыносимым унынием. Пляж, океан, режет ночь пополам, упираюсь лицом в изгибы Бесконечно глубокой черной воды, отражающей облака. И я думаю, что любить настоящее – это и быть счастливым. Что не врать не смогу, что я скоро сорвусь и не выдержу. Но пока я могу рассказать тебе, как потерять настоящее. Как возможность звонка и движения за дверью сводят меня с ума, Как противен мне телефон, интернет, шум соседей, почтовый ящик. Но как-то ждать неизвестно чего, я думаю, знаешь, сама. И запутавшись в лабиринтах квартир, одиночестве, времени, лицах, Я с разорванным сердцем иду вдоль шеренги чашек с кофейной гущей. Этот мокрый сентябрь, как внезапный подвал, Вдруг сорваться вниз, провалиться. Эта осень продлится намного дольше любой из всех предыдущих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok